друзья привет саша иванов канал живу на земле зимняя рыбалка с ночевкой на льду разложил сиденья сложены все вещи которые необходимы для комфортного пребывания зимний костюм чтобы было тепло там где-то в глубине из зимние сапоги буквально через пару минут уже отправление на улице минус 10 печку включаешь машине тепло и также тепло и комфортно будет на льду поехали все вместе на эту рыбалку попробуем половить рыбу поготовить еду поночевать побыть вообще на природе сутки на льду это нечто что-то такое волшебное и все вот эти волшебные вещи сейчас нужно будет погрузить санки и притащить на лед погнали ребята вот эта палатка пенка спать это трубы для теплообменника здесь лежит огромная раскладушка два стола и фанера подкладывать под нее ледобур газовая горелка сам теплообменник здесь can потом расскажу что это вообще рюкзак со всякими электронными вещами камеры микрофона там все что он такой утепленный также термосумка с едой газовый баллон здесь удочки еще всякие необходимые вещи а вот это пол он состоит из двух частей сейчас будем ставить тоже покажу ну а это вещи придется ну и в общем то вот два таких у два таких это вагона от паровоза что-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И здесь как раз вырезаны отверстия под лунки И по ним надо размериться и просверлить лунки Место довольно знакомое Чуть-чуть подпромерился, походил В принципе знаю, где здесь надо ловить Здесь надо ловить где-нибудь Самое главное закормиться и подождать Когда рыба подойдет Рыба здесь есть Ну а то, что место не совсем дикое Это хорошая гарантия того, что Ночью не сожрут волки Это тоже Некоторый такой безусловный плюс Просто не сожрут Дисклеймер 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 вот в этом году уже вообще прям хороший не черпаком не достать до его края верхушку самую видно а так он туда вниз уходит вот на на весь черпак для нашего региона это очень хороший лет суперский не вот такие лунки под трофейного леща палатки вот такой нижний пол который абсолютно водонепроницаемый сейчас по его периметру отмерю немножечко так и расчищу снег чтобы крепко было не провалилась когда ходишь по нему здесь вот тут вам не улетел во время если будет ветер вертыши не привернуть ко льду палатка елененькая а вот это дно которое водонепроницаемое она уже пристегивается к палатке с такими штуками и получается как одно целое вот они вот так вот а сюда уже теплый пол крепится и там на нем тоже есть фланцы под лунки которые оденутся на на нижние а сверху положу как раз тот самый коврик из кожзама который вывезут многие думают что это какая-то реклама и это не реклама в рекламе никогда про другие бренды говорить не буду то я вам скажу что то палатка от лотоса есть хорошие палатки уме так у сип термо пол арбер снегири они делают из бюджетных у меня товарищи ездят с палатками медведь тоже все отлично все прекрасно много еще всяких разных производителей все делают более-менее нормально здесь просто вот это необычные вещи реализованы тут можно и в своей палатке тоже купить вот эти фланцы рекламы вообще никакой нет хорошие вещи они в рекламе не нуждаются постоянно что-то предлагают рекламировать за деньги но понятно да что когда тебе платить деньги это включено в стоимость товара а откуда тогда стоимость такая это значит себестоимость вот такая вот столько на рекламу и вот такая большая цена а здесь все как есть сейчас теплообменник тоже покажу как работает тоже не просто так он там интересная схема теплообменник это десна бм тут же я вам расскажу что есть хороший теплообменники усип термо как десна бм точно такой же есть рипу с компрессии можно вообще поискать на барахолках на всяких продают копии которые делают где-то на заводах в общем вариантов масса ребята но самое главное что сейчас будет палатки тепло комфортно и круто закормимся будем ловить рыбу готовить кушать и вообще здесь дышать свежим воздухом супер круто так сразу сменочку снег чтобы не таскать лишний раз вот такие штучки самодельный чехол сами женой сшили с юлькой вот такие чехольчики тоже это столики а тут раскладухи еще вот такую штучку ребята для того чтобы посимпатичнее все это смотрелось а вот готова канал называется живу на земле живу на земле ребята для вас самому мне здесь делать особо нечего и каждый из вас тоже наверняка уже потихонечку начал понимать что живет он для вот ты живешь для других людей очень легко понять как это устроено представь что ты попал на необитаемый остров как рубинжон круза вокруг вообще никого нет даже козы нет как у него как у него было просто нет ни одного живого существа какой смысл вообще тогда в жизни никаких желаний не появится ничего абсолютно ты будешь хотеть только одного чтобы появились другие живые люди или хотя бы собака или хоть кто-то ради кого ты можешь жить без других живых людей жизни нет ее просто не существует поэтому мы все одно целое и мы сегодня на рыбалке сейчас пора уже включать отопление и переодеваться вообще наверное в домашнюю одежду первая сумка и всякие бутербродики водичку попить обязательно хлебушка это вечером еда будет приготовлена с хлебом шоколадка которую вот во время физической нагрузки можно без проблем есть если дома просто сидеть на диване лупить шоколадки друзья он даже не буду ничего рассказывать что это будет давайте маленько сейчас живнем приятного аппетита посмотрим какой сегодня настрой рыба сама все покажет здесь даже лучше чем дома здесь вот такие вещи это нормально что-то непонятное сразу за диван и все пускай пускай там лежит так вот это теплообменник здесь уже сам коробочку сообразил здесь отвертка запасные всякие штуки для газа еще что-то лежит уже даже не помню что это вот такая вещь крутая ставится газовая плитка и она греет вот эти трубы с этой стороны вентилятор как к аккумулятору подключается и вентилятор продувает трубы а через систему перегородок выхлопные газы уходят все вот в эту трубу сейчас ее соберем и они на улицу будут выходить все так должно быть достаточно безопасно вы продукты сгорания газа они улетят в трубу когда все правильно работает вот этот теплообменник вообще он с автоматическим режимом и чем горячей он нагревается тем сильнее дует вентилятор как будто это мне тогда понравилось поэтому я самодельный свой поменял на него замечтал сначала написал список а потом уже все произошло газовая плитка редуктором запасной свет который у меня был раньше сейчас будем ставить другой уже пользуясь таким более продвинутым от паша здесь газовый баллон и в общем то надо все вот это подключить трубу собрать и махмуд подвигай здесь еще вытяжка такую штучку сделал и змейку здесь сам врезал бы если дождь идет или там снег то она маленько под углом так у нее будет заходить свежий воздух и поступать сюда вентилятор а с этой стороны обычно только трубка видно вот такая штуковина и и опускаю вниз туда под юбку палатки получается приточный воздух который можно управлять направлять его куда надо и направляю его обычно сюда откуда выходит теплый чтобы он смешивался с холодным чтобы не было так сухо в палатке как бывает так можно сделать и там уже регулируют зависимости от ветра можно это сопло поворачивать а здесь такая система здесь стоит перегородка тут еще одна перегородка и теплый воздух горячий он пойдет вот таким образом задерживаясь в этом месте и получается так что теплосъемка pd вот это настолько высокая что труба греется всего до 40 до 50 градусов поэтому можно максимум 60 можно пластиковые трубы использовать это именно теплообменники из нержавейки а вот такие типы сип термо которые алюминиевые они чуть по другому принципу работают там железная труба она тоже нагревается и она также является элементом для разогрева воздуха в палатке но это смотрю люди в основном за уралом используют у кого зимой нормальная температура такая минус 20 минус 30 нас это тверская область здесь климат немного помягче до минус 20 градусов вполне вообще отличная вещь просто может и холоднее будет нормально ну вообще попадаю вот как сегодня минус 12 то есть вообще там 0 плюс 2 минус 5 минус 7 такая очень комфортно на самом деле погода пенопластовые ящики где все хранится хорошо датчик это угарного газа все равно на всякий случай надо ставить фонарик на ночь какие-то непонятные вещи а это кормушка удочки освещение багор чтобы вытаскивать огромных рыб хотя им не умею пользоваться вытаскивая их руками а это в таких сумочках аккумуляторами с алиэкспресс недорогие сумки но под них как раз подошли по размеру точнее они подошли под аккумулятор вот надо аккумулятор один подсоединить будет теплообейнику а второй на освещение сейчас мы это сделаем раскроем его так красный красному черный черному и появился заряд 13 вольт вообще супер зарядился заряжаю в этим вымпел 009 такое зарядное устройство и специально для небольших вот этих аккумуляторов вот это лежит там зажигалочка такая пошел глаз нет газ чуть не идет надо открыть давай так ракета вещь собой вожу оба арбайтон так газ работает аккумулятор тут есть turbo режим сейчас начало так начнет а потом автоматически встанет разогреется звукалку убираем ночь прикрыть так тогда ребята круто порой бывает поехать вообще одному где-то отдохнуть все дело в том что есть люди но это вообще большинству свойственно которые хотят чтобы все было не так как есть а так как они придумали причем они даже хотят чтобы ты себя вел так как они придумали поэтому иногда нужно отдыхать вот так вот выбираться одному его быть в тишине у это на природе набраться сил чтобы потом терпеть выходки ход этих других людей сейчас надо санки привязать чтобы они ночью не улетели палатки довольно быстро становится тепло и вот беру с собой домашние вещи это для приготовления еды сколько это всего вот такую кофту и штанишки которые получилось так что лампасы в них совпадают с цветом палатки и вообще такие вещи мне кажется надо прям вместе с палаткой продавать прям комплект ладно ух тепленько стало уже вообще прям классно здесь порой возникает такое ощущение не то что я сюда приехал а как будто бы наоборот отсюда куда-то съездил и вернулся как будто жизнь она здесь ребята это иллюзия жизнь она там она среди людей здесь просто отдых самый настоящий самый качественный отдых это отдых на природе а еще если сейчас удастся рыбку половить у вас до мотылик кормовых взял так это мы вечером будем готовить теплообменник стоит немного повыше и на полу прохладно можно какие-то вещи держать в прохладе и замешал дома прикормку летняя мелкофракционная и добавил туда жареных семян льна аромат сразу такой появляется это по рыбалкам вообще так вижу смысл и верю в то что вот эти жареные семечки они как-то привлекают рыбу с расстояния у них нет нет такого пережаренного аромата но он какой-то естественным как натуральный не у него какой магазины прикормки такого нет в общем добавляю семена конопли бывает жарю и семена льна жариваешь просто на сковороде буквально там немного 5-10 минут чтобы их можно было размолоть в кофемолке размалываешь добавляешь прикормку перемешиваешь и тонкий такой аромат появляется и такое ощущение что на этих рыбалках когда вот это добавление происходит рыбы ловится больше под собрал маленько приборов то датчик угарного газа у какой громкий говорят что угарный газ тяжелее воздуха что-то я изучал этот вопрос и народ склоняется к тому что на молекулярном уровне да а так он вместе с теплым воздухом поднимается вверх и концентрация будет все-таки не у пола где-то повыше если он будет вообще она полу по прохладненько и тут довольно тепло кладу туда всякие power банки заряжать телефон камера 2 2324 градуса а на том уровне где рыбак сам сидит здесь вот стол 20 градусов и вот она труба 45 градусов всего если по ней подниматься 38 40 40 руками нормально сюда будет конденсат стекать из трубы самой а на улице сейчас совсем недавно градусник вывесил там датчик еще не успел остыть такой же как думал меня меньше 100 рублей стоит минус 5 2 ну где-то минус 10 наверное опустится все-таки на минус десяти хотя сейчас может быть теплеет конечно что-то непонятная погода тихо спокойно и самое то время покормить рыбу сейчас полдень сегодня пораньше удалось разложиться там смотрите капает конденсат трубы об кап все похоже стек у нас наших краях принято в прикормку добавлять кормового мотыля принято потому что он стал не такой не очень дорогой по 300 рублей за килограмм сейчас его даже продает был по 450 несколько лет назад он был по две тысячи все это были другие деньги в общем он был просто не купить сейчас рыбу к нему под приучили тоже в общем добавляю сегодня с собой такой кан сейчас маленькая налить у него соберу атака налить воды если мелкой рыбы будет то пока ее в коде в этом держать а там уже посмотреть если будет немного покрупней как бы я сторонник вообще того чтобы рыбу ловить на еду ну и чтобы ловить ее крупную если будет крупная рыба ту мелкую можно будет отпустить а если крупной не будет то мелкую тоже можно съесть нас в тверской области вот конкретно на иваньковском водохранилище где мы сейчас находимся ограничений по размеру леща нет у нас здесь рыбы кроме леща практически нет еще плотва маленечко судака маленькую окунь но очень мало всего остального а в некоторых других областях леща можно брать например вообще там только от 20 от 25 сантиметров нужно с этим очень аккуратно быть штрафы просто нереально огромные в описании оставлю ссылку где посмотреть что не штрафы вообще правила рыболовства по своей области как это грамотно сделать потому что буквально ловишь в одной области все в порядке переезжаешь чуть-чуть на соседний водоем а там будет другая область там будут другие правила там другие законы и нужно их знать прежде чем отправляться на рыбалку обязательно то что говорю он буквально год-два назад повысили штрафы прям до каких-то как будто на наш у нас зарплата как будто как в европе или не в америке ночью дичь полнейший просто нарушать не хочется и вот по ограничению размера улова тоже сейчас буду два дня ловить можно ловить только 10 грамм если честно поймать бы хотя бы 35 килограмм уже был бы доволен а лучше всего как на одной из ночных рыбалок рыбы другой практически не было просто два вот таких леща но это это был какой-то новогодний подарок такой бывает и не повторяется уже посмотрим и вот тут у меня магазинная прикормка туда добавил жареных семян льна и вот такой кормушкой специальный зимний сейчас закормлю сюда буду прикормку насыпать она сначала закрывается опускаешь ее до дна выравнивается под лункой потом он здесь дергаешь и она открывается и корм высыпается туда на дно сейчас положу несколько кормушек и на само дно и немного на одном раскрою чтобы она так подразошла что полянка такая образовалась потому что просто гора будет лежать ну рыба же придет я надеюсь что не одна рыба с товарищем придет чтобы поплавать немного там покушать такие и прикормки немного оставлю еще на вечер сейчас основную часть заложу вечером перед сном можно будет докормить чтобы утром половить еще сегодня говорю еще 12 часов сейчас уже темнеть стало чуть позже где-то в 5 может быть удастся и сегодня еще рыбки половить как бы не только завтра утром вообще настрою говорю отдых понятно покушать это тоже круто ну и рыбу половить хотелось бы прям вернуться домой с рыбой было бы круто кормушка на дне чуть-чуть ее приподниму опа и она там раскрылась и сейчас из нее высыпается корм ребята это круто и это самое самое что ни на есть начало рыбалки мне почему-то рыбу кормить нравится порой даже не то что больше чем ловить но я очень люблю это делать не только рыбу вообще так думаю что кормлю рыбы гораздо больше чем вылавливаю и прикормкой и пшеном и жерлицами когда ею вот карасики которые есть никогда по два раза не использую если он там провисел на эти жерлицы вы монтаж такой пользу который позволяет живому оставаться карасик вот когда двойник пропускаешь через жабры ну конечно ему не очень хорошо от этого если он выжил и не каких поклевок и в общем-то я всех отпускаю и за зиму получается что я этих карасиков из рыболовного магазина отпускаю даже больше чем чем трачу на поклевки ну чуть-чуть в этом году по первому длю конечно была поймана вот это зачет знаю ребята кто смотрел я таких зимой не ловил щук это просто крокодилище спрашивают бывает тому насколько она весит ребята она весит полтонны она весит у каждого свои трофеи для кого-то это мелочь для кого-то это как для меня это очень просто его я таких не ловил просто она просто такая мы или лунку протащили если удастся когда ты еще такую поймать я буду конечно тоже безумно рад и прям на дно сейчас кормушечки положу тоже и потом одну прям в толще воды где-то там нет ряд она может полутора метрах даже от 1 чтобы приманить рыбу здесь небольшое течение присутствует чтобы как бы показать рыбе что ее сейчас что и упорно что есть где покушать чистота залог успеха в любом деле абсолютно пора забрасывать удочки точнее насаживать уже на них вот такие удочки здесь кивок он подгружен немного специальный кивоку для зимней рыбалки и там коромысло сейчас покажу и рыба когда коромысло возьмет и поплывет то произойдет вот такая поклевка а если включить сигнализаторы если надо отвлечься то вообще происходит вот так это происходит прям двадцать первый век тут на одно коромысло сейчас насадим мотыликов хотя на обычную дневную рыбалку чаще всего беру удочки тоже скоромысло но поплавком оснащенные и интересно за поплавком наблюдать и видно задевы за леску когда рыба просто задевает ты знаешь что она там есть у тебя под лункой может быть надо на мормышку и попробовать половить или еще там какие-то хитрости применить ну все что можно это разные оснастки донку поставить вот это тоже зимние донки здесь конечно самый главный плюс это то что можно будет включить сигнализаторы поклевки примерно как колокольчик на донках летом когда мы ловим и заниматься своими делами если рыба клюнет то она позвонит то же самое на ночь тоже оставлю удочки заброшенное если поклевка случится то от сигнализатора скорее всего проснусь сейчас сразу по несколько мотылей а там дальше будет видно возможно будет поклевки не будет но вторая леска сейчас стоит потому что попадались довольно крупная рыба раньше леску той 6 как-то огромный лишь тогда и на 014 лески был выведен такой здоровенный ну это было люди данном комментариях писали там что 25 метров глубина а там к ситуации ты его маленько подтащил и он со всей силы давит назад леска тонкая и приходится стравливать чуть-чуть она опять несколько метров подтащил он опять давит опять маленько отпускаешь постоянно в натяжку и в конце концов когда вывел его люди подойдут и заливы говорят что он дохлый говорит от магазина ямористка просто устал на вываживание такое тоже бывает так а вот на вторую донку а коромысли тоже сейчас мы насадим супер приманку этого года сало сало с чесночком соленая сало сухое посолок хранится она у меня между рыбалками в морозилке как и летом на донке вот она чесноком тут не пахнет чесноком вообще никаких запахов не чувствую обоняние столь пропала ладно шутка чувствую запах чеснока прям вообще огонь это сейчас 2021 год вот можно так шутить что пропало обоняние шутки конечно не очень хорошие ну жить нужно весело иначе жизнь будет казаться просто каким-то кошмаром тем более она кошмарная тем больше нужно веселиться только так небольшие кусочки сала сюда и посмотрим будут поклевки не будут как раз на этом месте первый раз пробовал ловить на сало и тогда вот первая рыбалка была знаменательна тем что на сало клевала а на мотыля нет и с тех пор сало у меня всегда с собой потом еще одна рыбалка была где она хорошо зарекомендовал ну и также были рыбалки где на сало почему-то не было эффекта мотыля клевала поэтому зацикливаться на какой-то одной насадки не стоит так ну все доночки установлены сейчас маленький подожду минуточек может быть 10 если поклевок не будет то нужно будет попробовать на мормышку половить и может быть даже поставить донку с поплавком с тоненьким поводком с крючочком с маленьким посмотреть может быть рыбы просто аккуратно и что-то это мне нравится в общем нужно применять все свои кунг-фу рыболовные навыки еще самое главное посидеть тишине вот это залог успеха потому что кто в это верит кто не верит те кто верит в то что рыба не боится шума они обычно верят в какой-то там восточный ветер в полнолуние новолуние что она может не клевать во что угодно много у них всяких оправданий тому что у них не ловится рыба никогда вообще сели не туда там еще там чё-нибудь ну ну то что сели не туда это я тоже такой используя вот по поводу тишины очень четко прям все прослеживаются так что сейчас ребята вот это крутая рыбалка да класс и удочки хорошо видно все это вот мечта ты лежишь на диване рыба сама ловится с дивана вообще все все круто с дивана всегда виднее ребята да и и Продолжение следует... 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 еще на следующей рыбалке если будет такая же ситуация просто закинуть удочки и сидеть ждать это мы тоже практикуем сейчас тем более была маленькая поклевочка может быть это ерш надо посмотреть можно много догадок всяких выставлять что это за рыба там поймать ее и посмотреть ей в глаза и спросить как там дела лещей больших не видать ничего не говорили может быть там звонили вечером придут не придут или утром еще вот этот закорм в 12 дня надо кормить наконец-то с утра либо вот как на ночной рыбалке вот сейчас с вечера еще закормимся и завтра утром точно должно ловиться но сейчас день еще впереди я думаю что сейчас все будет короче все сейчас мы похоже узнаем кто там клевал на одного мотылика удалось засечь рыбку ну это что-то прям да это старь добоема ерш говорят где ерш там и лещ ну на практике обычно где ерш там леща нет но он может прийти в любой момент хороший ухо из ершей это не та рыбалка здесь мы рассчитываем на леща уехать с лещами с хорошей поставил все-таки доночку с маленьким крючком на тонком палатке посмотреть потому что за коромыслы был такой задев бабам это явно не ерш явно какая-то более крупная рыба присутствует здесь это кажется это тот же самый еж которого уже отпускали да это действительно он сейчас уже пробую другое коромысло что-то не засекалось никак думаю может удочка что-то там вот крючки перевязывая это клюют все вот эти ребята на сало тоже подъемы есть мотыля очень мелкий ерш еще пока нет не пойму или опять ершит уже что-то беленькая попалась опять уже крупный более-менее да ну такой же мелкий вообще я не знаю я не знаю что-то как-то только что насадил 10 мотылей только-только о ребята на 10 мотылей смотрите какая рыбка это уже густерка на такой пугвила густерка жадная рыба такая-то мелкая это без вариантов ее любому отпускать я не то что какой-то там гринписовец нам рыбу отпускать все это хочешь рыбу сохранить не лови ее просто да еще меня мелкая рыба есть заморожены с этого места в этом году вообще ни разу без рыбы не уезжал бы сразу и крупный брал и мелкой а потом уже мелкая есть и вообще люблю мелкую рыбу жареную всего должно быть меру у меня там два пакетика есть и хранить то а и знакомых и родственников мы все конечно хотят такую хотя бы громад 300 рыбешку лучше от полкилограмм по 700 милов все один разочек пожарит она вкусная конечно его кто-нибудь почистил бы пожарил я каждый день ел но вот этот морока с ней многих напрягает опять вот тут сидел в тишине вот тут чё заговорил заголосила сижу еще мормышка просто была на огне сейчас пересаживал сало на соседней донке и просто смотрю у меня кивок туда и удочка-то еще пластмассовая может утонуть сошел вот это вообще супер подача хоть он и сошел там что-то прям беда рыбалка приобретает новый смысл вот на такой пуг со дна просто взял это значит что пора ставить коромысло ну хотя коромысло стоит да сейчас надо смотать донку поставить коромысло опять точнее мормышку смотать за счет прям большие пути огромные металя насадим пучка вязан прямо сейчас ребят спасибо всем огромное кто откликнулся по поводу резиночка реально несколько лет назад не был резинок таких не в магазине в рыболовном не на алиэкспресс сейчас ссылок на скидывали целую кучу уже заказал спасибо большое а то мне этот пучка вяз второй пришлось заказывать вот когда говорил из-за того что я не мог нигде резинки к нему найти подсказали нам сначала крючок надеть а потом отелей цеплять получилось какая-то ерунда нет так что то с крючком с крючком пока не получается я им летом всякие бойлы цепляю там гораздо проще здесь надо как и в любом деле нужна тренировка резинки какие-то не очень эластичные вот эти красные самый первый который был там не силиконовый какой-то там какие-то они другие вот это зацепилось вот это нормальная тема вот это нормальная тема резиночку сейчас тут смотри вот так вот ну хотя бы так да сейчас на второй так же тоже вот смотри как цепляет подача такая под вечер сейчас уже будет темнеть ооо там солнце вышло ничего себе ребята это просто какой-то подарок вот так вот вот сейчас глянем на солнышко хоть так тут у меня крючки стоят овнеровские прямо отличные а на том коромысли который с кивком там какая-то типа кобра похоже купал вместе с этими с крючками хотел поводки перевязать а здесь такая ситуация что кембрик идет вот таким образом если я сюда привяжу поводок то он меня будет задевать за основной леску в общем с коромыслом надо что-то делать какую-то ерунду купил но на ночь все равно его поставим как бы кобра работает но по сравнению с этим с овнером засекаемость у овнера вообще просто в разы лучше на улице вон что творится вот это закат и это и мы мы и и и и Насало. Сало с чесноком, густерка довольно крупная, вот такую, пока пускай пивка не поживет. Первая рыбка на улице почти стемнела, прям вообще сумерки. Поклевок довольно много, но они все какие-то дыр-дыр, дыр-дыр, непонятные. Вот такая густеринка, это уже гораздо лучше, чем ерши, ребята. Так, попутали здесь маленькие удочки, сейчас распутаю, покажу. Вот такие куски, здесь совсем небольшой, тут чуть побольше насадил, они примерно такие были насажены. А на мотыля пока не удалось больше никого засечь, только вот на мормышку, когда там что-то прям приличное было. Надеюсь, что ерши не успели там съесть всю прикормку, которая была на дне. Ребята, опять сало. Сход. Что такое? Сейчас вообще очень много поклевок, но они такие мелкие. Я вот думаю удочку, которая с мормышкой, переделать на очень чувствительную снасть. Насало сейчас все равно перенасажу. Вообще чувствуется, что рыбы есть и такое ощущение, что рыбы полно. В этот раз маленько, даже погнул коромысла на подсечке, в этот раз маленько по-другому кормил, побольше кормушек дал не в само дно, а так над, ну где-то в метр одна и получилась не сконцентрированная точка, а такая большая поляна, и похоже рыбой кормится. И насадка ей так не особо интересует, она спокойно кушает. Интересно, вот сколько сижу целый день, в зачете одна только рыбина лежит, но поклевки постоянно. Что-то обязательно происходит. Уже собирался покушать, приготовить, но надо отложить это дело, успеем поесть. Просто все-таки бывает, когда совсем ничего не клюет. Когда на рыбалку поедешь, наберешь с собой бутербродов, два контейнера таких я беру, рыба если не клюет, съешь все за день. Если рыба клюет, почти все привозишь назад, потому что просто не до еды. И вот сейчас очень хочется рыбу поймать. Еще была одна поклевка с подсечкой прям по губам, бам! И вот сход, который был, это то, что здесь прям нормальные лещи есть. Причем сейчас стемнело, наверное, не пришлось бы вообще ночью ловить. Потом под утро как-то маленько спать мы сейчас посмотрим. Удочку. В общем, оснастка супер простая. Как на поплавочной удочке. Дробинка и маленький крючок на расстоянии буквально может пять сантиметров. А удочка сама с кивком. И вот ее нужно установить таким образом, чтобы она вот так стояла. А поклевка будет выглядеть вот так. Думаю, что донка, которая у меня со скользящим грузом, который чувствительно по плотве и изумительно работает. Просто лучше ничего не видел. По лещу тоже один из здоровенных лещей был на нее пойман. Но вот там регулируешь длину поплавка. И если, не поплавка, а поводка, и стопорки стоят. Если рыба плавает и на ходу хватает, то все равно как бы она чувствует напряжение. Это если она медленно кормится, то все нормально. А так, вот это примерно та же самая донка, как делают классическая спортивная донка, где несколько грузиков, поплавок нужно вымерять. Там для трех метров одна, а у тебя удочка с собой на шесть метров, ты уже другую достаешь. Сел на девять метров третью, там собой двадцать пять удочек. Просто там спортсмены, знаешь, они так и раскладывают. У них тряпочка такая с этими, с отделениями. И в рулон свернув-то просто тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Удочка в гора. Вау. В общем, и так с собой приходится тут. Даже на любительская обычная рыбалка просто рыбу поймать. Возишь по сколько-то у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь удочек, похоже. В общем, сейчас попробуем. Мне кажется, это будет самый чувствительный вариант. Точнее, может быть, даже самый бесчувственный для рыбы, чтобы она не почувствовала, что что-то происходит. Потому что все-таки хочется-не хочется, наступило некоторое такое глухозимье. Это тоже хороший знак. Это значит, что скоро весна и уже будут летние рыбалки. Но пока зима, живем зимой. Рыба под палаткой есть определенно. Так, вот сейчас вот это забросим. Два, два, три, шесть метров глубина где-то, может, чуть-чуть побольше. Трабинка лежит на дне. И если будет поклевка, то вот так это будет происходить. Чик. Если получше немного подгрузить, то можно, наверное, добиться такого изгиба. Но я чуть переживаю, что уже будет одна оторваться. Попробуем сначала так. Ну, пока что лидирует. Карамысло с салом. Вот на доночку кого-то засек. Но мне кажется, это опять юрш. Хотя, не знаю, вообще-то. Карамысло тоже там поклевки следует. О, нет, ну что это. Опа. О, густерочка. Ну, это... Это кожа да кости. Пока рано еще такую есть. У вас насточка явно ей понравилась. Хочу еще маленький грузик добавить. Раньше брал с собой пассатижи для того, чтобы зажимать грузило. Зубами это делать категорически нельзя, потому что зубы откалываются. И пассатижами аккуратненько. Чик. А сейчас оказалось, что я их могу руками зажимать так, что они даже не двигаются по леске. Тоже достаточно удобная тема. Оп-оп-оп-оп, ребята. Пока тут занимался насало. Похоже, густерана такая, которых можно уже есть. Странно, что-то леща не видать. О, какая быка. Вон, ух, еще не видать, а вот и лещ. Опа. Лещ на сальцо. Видишь? Вообще. Слушай, ну это тоже тема пошла уже нормальная. Опа. Вот тут рыбалка началась по темнате. Сейчас опять сюда пару кусочков небольших. Опа. Вот так вот. В комментариях, в комментариях человек когда писал, ну точнее когда на сало я первый раз наловил рыбу, просто попробовал половить на сало и она как на челак брать. И вот он писал, он говорит, не морочь людям голову. На сало клюет только там, у вас там на этом. Больше нигде на него не клюет. Я считаю, у меня такое ощущение, что это человек, который живет 3000 лет здесь, он ловил просто везде. Причем везде на сало ловил. Не клюет нигде, только у нас тут клюет. Ребята, ну вот мне кажется, что рыба это реагирует именно на запах чеснока. Нисколько на само, на сало. Причем, говорю, запах чеснока. Сейчас опять по плевку. Лучше всего, чтобы маленечко подвырежался чеснок. Не вот этот, когда он еще прям резкий-резкий запах. Кто не видел, куда видела дробинку-то. Которую обещал руками зажать. Ладно, хорошо, что их целая коробочка была когда-то. Когда рыба клюет, бросаешь всю. Надо тащить, короче. А то она и рыдалка. Дробинка. И попробую рядышком ее здесь поставить. Опа. Нижняя двигается, оказывается. Нижняя двигается. Немаленько поджать. Оп. Верхняя хорошо зажалась, нижняя тоже зажалась. Вот такая будет снастичка. Для разнообразия. Сала. А мы сейчас эту донку, пожалуй, тоже поставим на сало. Крючок 14-го номера и можно вообще маленький кусочек. Потому что мне что понравилось на сало. Ерши когда атаковали днем на мотыля. На сало не было ни одного ерша. Ребята, а тут решил пересадить донку на мотылика. И причем сразу вообще попросили этого поклевка. Сейчас сход. Ну, как на мотылика, на пучок мотылей. Наверно, так и оставлю. Сало-то оно и в Африке сало. Рыба зимой кормится ботылем. И насадку никто не отменяет. Я даже сначала не понял, как только дошла до дна. Крючок сначала вниз, потом сразу вверх. Вот так все это выглядит. И поклевка вот так. Пам! Пам! Вот так вот. А грузик второй добавил. Кивок довольно жесткий, чтобы он сгибался нормально. А то было непонятно, приподнимает он на дне или не поднимает. Мне кажется, надо, чтобы все-таки на дне лежала снасть. Коромыслый тоже лежит на дне обязательно. На донку так посек, просто кивок отвалился от нее. Здесь что-то какая-то рыба. Несерьезно клюет опять. Опять такого же размера на мотыля. Совсем крохотулечка. Как будто та же самая. А мотыликов насаживаю по многу. Вот она половину съела. Тут штук восемь наверно висела. Все-таки понадежнее. Скоромысла. Они как-то отсекают мелочь. Как летние донки примерно. Все равно продолжу здесь на мотыля пока насаживать. Вдруг? А вдруг что? Пинечку с собой беру. Тоже термосумка. Под бутерброды обычно. А когда с ночевкой, выкладываю сюда набор тарелок. Мешалку взял. Здесь и под салат, и две железные тарелки. Взял большой нож. И вот такая обрезанная досочка есть. Соль. А во, вообще-то здесь есть другой нож маленький. Отлично. То это больно громоздкий. А это чай. А это тряпка со стола вытирать. Но это уже похоже вторая. Тряпок много не бывает. Опа. Ребята. Да. Хорошая рыбка. О-то-то-то-то-то. Здесь вообще буйная рыба такая просто. О, опять две удочки спутала. Поэтому всего две лунки. Было бы три, сейчас спутала бы три. О-о-лещ. Насала. Хе-хе. Такая классика. Хе-хе. Доночный ловли летний. Рыба клюет, когда начинаешь есть. А здесь она зимой клюет. Даже тогда, когда просто начинаешь готовиться к приготовлению еды. Сейчас совместим приятное с полезным. И рыбалка будет продолжаться. И покушать надо приготовить. Потому что ситуация такая, что сегодня в пять утра был у меня подъем. сегодня день и на нормальный ужин домой попаду только завтра поздно вечером. И в такие моменты надо обязательно сделать какой-то прием горячей пищи. Нужно просто хотя бы один раз попробовать это сделать. И увидеть как улучшается настроение. Прямо от горяченького. С кем вот с друзьями знакомыми на рыбалке ездил. Многие склоняются к тому, что да ладно, что-то там давай бутербродов наберем там. Ну давай наберем бутербродов. Но я все равно возьму газ и возьму там что-нибудь сделаю. Ну и когда делаю, и когда горячего вот этого покушаешь чего-нибудь. Хотя бы там суп какой-то. Вот тут картошку там тушеную сделаю. Сразу прям настроение улучшается. Уже прям по-другому. Смотришь на мир, на жизнь. Бутерброды все-таки это такая пища. Переждать момент и дождаться нормального, хорошего ужина. На мотыля тоже клюет. Такое сравнение примерно как справа стоит донка, а слева стоит фидер. Третья рыба подряд на это. На это безобразие. Мне кажется не надо больше ловить на такую снасть. Это не рыба. Это малюшки какие-то. Вот наживца. Наживца самого этого. Беги. Пожалуй надо второе коромысло сюда тоже ставить. Да и не мучить эту мелочевку. А сюда на удочку опять мормышку привязывать назад. И бывает на мормышку половить. Сейчас я ее в лунку опустил просто чтобы смотать. Сегодня будет дежурное рыбацкое блюдо. Чем-то напоминающее уху. Но не из рыбы. Морковка для сладости. Кто любит лук. Обязательно лук добавлять в такие супы. У меня просто что-то такое вот тут. Очень много ели дома лука. Прям по много килограмм в месяц. А потом решили попробовать не есть лук. Репчатый. А так вот поджарка ни одно блюдо не обходилось без поджарки из лука. Потом решили в общем-то хотя бы месяц попробовать пожить без лука. Потому что я говорю Юль что-то мы лука этого едим прям вообще. Мы столько ничего больше не едим. Там по четыре килограмма может быть по пять в месяц. Пожили без лука. Не помню уже сколько. Ну в общем довольно быстро оказалось что без него тоже можно нормально готовить еду. А потом когда купили опять попробовали. Оказалось на удивление что больше то есть его и не хочется. И так уже что-то много лет не едим. Ну это никого ни к чему не агитирую. Потому что прекрасно помню как когда ты кушаешь этот лук. И как здорово с ним и без него вообще не представляешь какая должна быть еда. В сумку помещается еще как раз газ. Шторка на улице готовить. И здесь наборчик с этими с посудой. О! С чайными вилки-ложки. Ребята что-то. Я тут днем честно говоря маленечко прилег. На киски посмотрел. И в общем-то я не знаю сколько времени прошло. Но я похоже уснул и проснулся. Я вот тогда от этого вот сигнализатора вонiscilla вон. Видно рыба задела или клюнулась. Не пойму. Спал сегодня несколько часов сегодня перед рыбалкой. Сложно уснуть. место то слова немного куплю извиняйте если кому не нравится как хотите газу ли тут такая лежит в коробочке прикольно купол думал для этих для пеших походов с алиэкспресс не для пеших для каких там рыбалок там когда по минимуму берешь собой а удобненько такая вещь оказалось лишнее ничего тащить не надо может в карман положить и здесь раньше большую плитку брал газу а сейчас на маленькой на это приноровился главное баллон когда подключаешь чтобы он либо стоя стоял я если вверх то вот этой прорези кверху и тогда все отлично а если будет вот так то будет там пыхать должно быть кверху сейчас покажу как он включился и надо его положить на столе чтобы сейчас мы тут немножечко заготовим пищи чтобы можно было сейчас поесть и завтра перед отъездом горяченькой меня ребята куриная грудка заранее и порезал и с молотым перчиком переложил но не солил надо будет сейчас здесь посолить пожалуй сейчас прям водичку посолим сначала потом грудку и и очень важно ее прижать картошкой хотя сегодня картошки немного будет больше такой суп скорее всего вкусняки раньше мясо когда ели ну так нормально как как все едят каждый день по несколько раз день вот такие вот эти куриные грудки вот она стоит 60 рублей если сравнивать ее с какой-нибудь сосиской который ты можешь я не знаю сколько сейчас стоит сосиски на 1 сосиска 60 рублей стоит по усваиваемости это супер круто но опять же если ты сидишь дома и ничего не делаешь у тебя это ничуть не усвоится лучше овощишек покушай каких-нибудь так ее тоже солим сверху картофан с морковками солить сильно пожалуй больше не буду заливаем все это водичкой как оказалось горячий ну и с курочкой все это надо бы минуточек 40 поварить картошки надо смотреть может быть 30 минут и есть еще супер кое-какой супер взял еще к этому зубчику на газу когда готовлю открываю еще дверь чтобы сквозняк прям был чтобы фейси этот выхлоп вылетал не знаю может быть конечно перестраховывать но в таких случаях лучше перестраховаться чем дышать здесь и вот этим угарным газом сработает там датчик не сработает все равно какие-то продукты горения есть знаю что многие этого не боятся но ребят у каждого жизнь своя каждый решает сам как ему жизнь меня жить хочется на полную мощность и по здоровью и по длительности конечно же попутно меняю насадки приготовление пищи это круто но о-о-о поклевка только 100 моделиков пересадил и дыль ну ладно раз рыба пришла мне кажется она уже не должна отсюда уходить а засекся кто-то на сало ну похоже мелочок какая-то подбогрелась маленькая которая вот сейчас разговариваем комментарии всякие даем вот такие рыбки подошли то что покрупнее слышит она все-таки все и отошла ладно ничего ночью придет ночью похоже все-таки буду спать а потом планах сейчас покушать с вечера не буду закармливаться чтобы ершину чуть не ели вот эта мелочь а под утро надо встать еще по темному закормиться и на рассвете думаю что удастся отловиться вообще как следует хотя и так уже есть там несколько рыбок таких зачете нормальных сегодня что-то ребята кого это упущение супчиком выглядит не очень аппетитно а если не вкусно то лучше вообще не есть но у нас всегда где-то под рукой в любой ситуации есть выход есть какие-то запасные дополнительные маневры всегда абсолютно везде мир устроен так что не бывает безвыходности просто нужно поискать подумал-подумал суп нужно было бы добавить каких-то пряностей как вот обычно помидорку добавляю и желательно кушать все это с маслом либо майонеза добавить с какими-то жирами из зеленью зелени нет по поводу жиров подумал жиры на самом деле есть праздничные бутерброды с рыбой и в общем то она супер конечно вкусная сейчас мы сделаем вот так она жирная и копчененькая не знаю удастся ли собрать масло я думаю что удастся до масло собирается маленькая булочка ничего страшного ну прям хорошие сливочное масло то есть булка тоже не пропадет такая по еще один бутербродик сейчас порежем вот так то аккуратненько и маслица тоже соберу вот теперь вот копчененьким отдает и маслица там появилась даже чувствуется характер маленький изменился давно хотелось добавить куда-нибудь копченой рыбы вот такое блюдо горячая только вот понял что не надо варить а вот так вот добавку сделать просто уверен что будет очень вкусно сейчас чтобы отступить от каких-то стереотипов сейчас уверен просто есть люди которые осуждают мои вот эти блюда ребята чтобы отступить от стереотипов нужно ответственный за свою жизнь за то что ты делаешь взять на себя а это не так просто для многих пожалуйста вот блюдо из подручных средств и которая прям очень хочется есть буквально 10 минут назад пока бутербродную начинку это не добавил ну смотрел прям грустно было а теперь с копченой рыбкой вот этот аромат от просто шикарнейший дай попробуем приятного аппетита всем вообще отлично супериор наверное стоит вообще добавить в рацион точнее не в рацион а в какие-то блюда еще даже положу добавление вот этой копченой рыбы так а это на завтра надо оставить еще пригодится и еще одна супер вещь соленый огурчик красивый у вас еще даже не поел бодрость уже пришла приятного еще раз ребята реально очень вкусно единственный существенный минус приготовленного блюда то что порция отмеренная очень быстро закончилась но если я съем ту порцию которая отмерена на завтра я буду завтра жалеть об этом поэтому надо просто глотнуть чайку чуть-чуть посидеть и сытость придет более если сейчас скоро ложится спать а спать уже почему-то не хочется а время только 8 часов надо посидеть еще пожалуй половить рыбу хотя бы часов до 10 в общем-то лечь спать на голодный желудок это значит что выспаться в два в три раза лучше и качественнее чем если налопаться на ночь потому что ну иногда же бывают такие какие-то ситуации долго не ел там целый день где-то чего-то и вечером все-таки попал домой уже там не знаю в 10 там в одиннадцатом часу и понимаю что надо бы попить воды но очень хочется есть наедаешься не с утра потом просыпаешься вот такую такую кошмар это потом вспоминаешь это и уже в следующий раз вечером тебе хочется есть но ты уже не ешь потому что больше хочется встать с утра бодрячком водички попил и лег спать ну а здесь на рыбалке можно маленько пошалить само собой каждом правиле должно быть исключение иначе это не жизнь получится а какая-то знаю я бы это безобразие мотыльков надо свежих насадить а на правую донку свежее сало тут вообще все объедено они показалось поклевок особо нет настала порать чай заварить на завтра это иван чай сами собираем видео есть про это тоже в описании ссылку оставляю чуть-чуть его надо без кофеина можно на ночь пить как угодно самое главное самому собирать в том районе где ты живешь у нас ну по крайней мере в россии растет центральной полосе в тверской областью маша повсюду растет знаю как на юге а по поводу поклевок лежал чуть в потолок смотрел потом смотрю а у меня поплавок один он просто бы я на поверхности плавает уже хватил дернул не знаю было чего не был чуть такой было не знаю ну скорее всего поклевка вот это накопился конденсат с трубы сегодня кстати ветра нет его совсем немного когда ветер бывает вот так вот вообще либо два раза выливаю в общем 0,4 бутылышки целое может набраться на улице холодает сейчас уже минус 10 показывала и минус 11 было не он то вообще минус 4 минус 5 выглядит все примерно вот так это вот надо сходить вообще посмотреть что там снаружи и погулять немного перед сном ребята доброе утро ночь прошла вообще отлично на улице минус 13 самое большое что видел сейчас минус 12 в палатке тепло комфортно вот до минус 15 это такая зона комфорта если будет холоднее 15 то в принципе уже нужно какие-то варианты уже что-то с одеждой надо менять в общем до минус 15 везде хорошо докармливаю сейчас остатки прикормки сейчас темно время где-то около 7 часов утра и по идее вот как на хорошей дневной рыбалке когда утром закармливаешься и через час через два приходит рыба начинаешь ее ловить точнее через час через два она начинает уже прям вообще нормально ловится что-то заглядывать сейчас все увидим в этот раз кормить буду прямо в дно сильно разбрасывать не буду все подумка потому что хочется если рыба придет то половить ее именно утром уже не на целый день закаром за корм делать а на такое на на утренние на утренний клев вот кстати то что показывал как пол-то устроен палатки вот сейчас топить сильно приходится теплообменник стоит на возвышенности если под стоял на полу то оттаивало бы еще больше мы сейчас находимся вообще в такой лужу воды видите тут полом все стало мягко вот она вода прям она сюда не проникает она под вот этим днищем ничего страшного так да вот 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 За ночь набрался консенсат. А улица уже светает. Вот она мечта, да, лежишь на диване. И ловишь рыбу. Сейчас поклевка была. Я чуть с дивана не упал, а так лежал уже минут 15-20. Просто поглядывал на поплавки, думал уже ничего не будет. Бам-бам, чуть не слепнулся с него. А коромыслы здесь стоят в мотыли, а там насало. Конечно, бодрит мысль о том, что если сейчас рыба придет. Началось в колхозе утро. Носало. Что-то какая-то мелочевка. Митрогустерка пока пришла. Митрогустерка. 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 Сейчас были еще пара поклевок. Таких вообще прям лютых. Ты когда поплавок, он дергается немного, а потом всплывает так вот и плавает на поверхности лунки. Значит, что рыба взяла это коромыслы и с ним поплыла. И ничего. Поймалась одна только небольшая густерка. И на сало есть поклевки, и на мотыля. В общем-то, возможно, эта рыба так разгуливается. А может быть и здесь просто что-то некомфортно питаться по каким-либо обстоятельствам. Ну, у нас обстоятельства. Сейчас уже время, когда можно доесть вчерашнее супер блюдо. Это хорошая новость. Ложкой я аккуратненько здесь не поцарапаю ничего, переживайте. И бутербродик. Листик салата и плавленый сыр. Все, никаких там не колбас. Ничего нету. На улице, оказывается, снег пошел. Так и держится. Прохладная погода. Минус 11. О, такая прохладно-комфортная. Рыбалка в Якутии. Вот куда там. Андрей с канала Сибири. Они ездили. Первый лед они там открывали. Все там, ва, как вообще здорово. У вас там уже лед, там рыба. Все. Летали они в Жиганск. До Якутии долетели. Потом в Жиганск еще. На прошлой неделе смотрел прогноз погоды. Я таких цифр не видел никогда. Там всю неделю минус 53. Просто вот сайт прогноза погоды открываешь и не понимаешь, что такое происходит. Ну, у нас море там минус 10. Ну, бывает минус 30. Там видишь такое. А там просто минус 53 всю неделю. Представляете? Там сейчас лед, наверное, уже полтора метра. Там и есть возможность только половить по первому льду, скорее всего. Так что, ребята, хорошо там, где нас нет. А на самом деле хорошо там, где мы есть. И, как бабушка моя говорила, где родился, там и пригодился. Нужно использовать каждую возможность. Есть лед, зимняя рыбалка. Супер. Нет льда. Ну, какая-то другая рыбалка. Тоже супер. Очень классно жить в климате, где есть зима и есть весна. И вот эта весна, вот сколько живу и сколько буду жить. Каждую весну в душе что-то расцветает. Вместе с деревьями, вместе с птицами, вместе со всем вот этим. Вот прям вот как бы плохо не было, вспомни всегда, что будет весна, будет солнце. Все пройдет. Все всегда наладится. Ну, а плохо в каком плане? Это когда уже ничего не хочется, уже думаешь, вот это надоело, то надоело. Ничего, отдохни маленько от своих мечтаний. Просто спокойно понаслаждайся тем, что есть сейчас и знай, что потом будет всегда круче. Покушал и настроение прямо улучшилось, силы появились. Это самый главный показатель качества пищи, как она приготовлена. Можно даже гречку, либо рис сварить с разным настроением и от них будет разный эффект. Когда едите, всегда наблюдайте за тем, что происходит после еды. Если ты поел, был такой веселый, такой довольный, покушал и тебя вот так вот полежать, зачем ты вообще-то ешь надо. Мы едим для того, чтобы нам было круто. Поэтому человек разумный может выбирать то, что он хочет есть, а то, что не хочет. Слил воду с рыбок. В принципе, такой утешительный приз на сковороду. Как раз здесь три такие хорошие рыбы. Ну и так вчера что-то клевало. Вот он показался. Казался красивый. Вон они там. Понятно, что такие рыбалки это не ради добычи. Ну и также понятно, что любому рыбаку хотелось бы ловить больших рыб и возвращаться домой с большим уловом. То, что улов не произошел, беды никакой нет. Берешь ответственность за все на себя, никому ничего не обещаешь. Привез рыбу, здорово, радуйтесь. Ну не привез рыбу, но не привез рыбу. Главный процесс. Ребят, результат у всех людей будет один и тот же. Абсолютно. Ну у кого-то побольше в памятнику, у кого-то поменьше. А вот процесс, вот в процессе есть душа. Жизнь это все вот эти моменты, которые мимолетные кажутся. И чем больше ты на них обращаешь внимание, тем более становится насыщенная и красочная твоя вот эта жизнь. И ты понимаешь, что этим все не заканчивается. Не заканчивается достижением каких-то высоких результатов. Достигать результаты, конечно, нужно. Но вот этот процесс, пока ты им идешь, он на самом деле важнее. Вот она еда, с которой тянет пофилософствовать, поговорить вообще о смысле жизни. Это когда вот ты готовишь ее с душой, вот со всей любовью, все что есть. Даже из тех продуктов, которые есть в наличии. Не из каких-то там, вот что есть под рукой, то есть. В любом доме всегда можно что-то сделать. Даже макароны с маслицем пожарить. Чуть-чуть приправки какой-то добавить. Посмотреть, может быть там завалялся, я не знаю. Там вот такой кусочек сыра. Еще там просто любовь сюда вложить своего макарона. Из еды возникает такой вот здоровский эффект. Ребята, отличная обстановка, отличная рыбалка. Спасибо всем за просмотр. С вами был Саша Иванов, канал Живу на Земле. До новых встреч, пока.